Почти сотни неизвестных картин на главных стенах национального художественного. В музее презентовали 14-ю выставку «Река времени». В концепции показать работы юбиляров, чьи шедевры не выставлялись десятилетиями. Так в этот раз микс портретов, пейзажей и скульптур 60 мастеров дореволюционной и советской белорусской эпохи. В главной галерее нацхода все 90 картин как открытки с поздравлениями. Здесь экспонируются юбиляры 2020 года. Они и создавали белорусскую художественную школу. Многие широкой публике неизвестны, как, например, украинский художник Лазарчук. В этом году ему могло исполниться 150 лет, а эту работу мальчика никто не видел с 1908 года. Тогда была Минская художественная выставка. После войны картину вернули из Германии и спрятали в фонд. Прежде чем презентовать зрителю спустя век, реставраторы навели лоск. Такая биография у большинства картин здесь распаковали со стеллажей, неизвестная от дореволюционного реализма до свободной абстракции. Нить, в общем-то, одна. Это индивидуальность художников, это хронология. А во что это, в конце концов, сложится, каким калейдоскопом это будет, это непредсказуемо. Все это когда-то экспонировалось в абсолютном большинстве. Если не все, то абсолютное большинство. Но это было очень давно. Каждый участник выставки либо долгое время работал в Беларуси, либо родился, но позже дарил стране свое искусство, будучи загранпаспортом в руках. Например, в Соединенных Штатах оказались уроженки Новогрудка – Галина Русак и Тамара Стаганович. Сегодня их белорусско-американскому творчеству отдельный уголок. Когда произошла независимость Беларуси, то стали сюда приезжать белорусы замерзжа. И именно тогда приехали вот эти две художницы. Они считают себя белорусскими. И создавая свои работы, они делают национальный акцент. Живя в Америке, они создают работы на белорусскую тему, национальную тему. Это тоже, конечно, уникально для нашего наследия. Самый внушительный юбилей у классика Яна Даммеля – 240 лет со дня рождения. Последние годы жизни белорусско-литовско-польский художник провел в Минске. Увидеть его исторические шедевры можно сейчас в постоянной экспозиции музея.